Шапорезка 7300 со стандартным входящим в комплект шаблоном в пластырьке на хвосте, в полдерево. Имеется сама база, в которой выкручиваются пальцы ограничен. Соответственно, в них упирается наша заготовка. Получается шаг смещения, полдактор. Это все фрезеруется одновременно, поэтому соединения получаются очень четкие. Настройка по имеющимся заготовкам. Мы эти заготовки маркируем, будущее соединение. Х1, У1, У2, Х2, Х3, У3, У4, Х4. Теперь мы совмещаем. Вертикальную деталь мы зажимаем, здесь не доходя до веры, чтобы в нее упирался деталь горизонтальная. Теперь мы настраиваем, делаем с этой стороны подобную операцию. Поджимаем не сильно, вставляем вторую деталь для равномерного будущего, равномерного прижима. Теперь мы настраиваем эти детали и шаблон. Вставляем нашу гребенку и совмещаем риски S с краем нашей детали. Это регулируется вот этой регулировочной гайкой. Соответственно, она выдвигает, либо убирает обратно наш каблон. После того, как мы это дело настраили, мы прижимаем его сверху и затягиваем. Дальше мы подводим вертикальные детали в притык к шаблону. Убираем шаблон, чтобы здесь на стыке деталей не было перепада высоты. Дальше совмещаем, насколько это плотно, насколько это возможно, детали и сильно затягиваем. Горизонтальные детали упираются с этой стороны в палец, с этой стороны в плоскость ответной части. Аппарат настроен к работе. Дальше мы настраиваем фрезу. Фреза. Ласточкин хвост. 12,7 мм диаметр. Максимальный. Угол 14 градусов. Рекомендованы под этот шаблон. Глубина фрезерования выставляется опытным путем на сосне в районе 8-8,5 мм. Получается довольно-таки тугое соединение. Выставляется, например, с помощью вот этого прибора. Нужно от ноля, то есть от базы, выставить глубину фрезерования, плюс толщину вот этого шаблона. Толщина шаблона 4 мм. То есть для того, чтобы выставить здесь 8 мм глубину фрезерования, нужно на приборе выставить 12 мм соответственно. Здесь, как только выставили, у нас все готово к работе. В работе первым движением нужно подрезать волокно, чтобы не было сколов. Обратным движением фрезы справа налево. Потом дальнейшее фрезерование идет обычно слева направо. В случае древесины, в случае фанеры, рекомендуется проводить фрезерование, опять же, справа налево, чтобы избежать сколов. Сейчас покажу, как это делается на практике. Да, обращаю внимание, что за одну настройку мы можем отфрезеровать 2 детали, 2 соединения, 4 детали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу добавить, что к шаблону идет копировальная втулка в комплект. Но база, на которой она крепится, приобретается отдельно, либо изготавливается кустарным образом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...